К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания специальной военной операции. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, все-таки будет долгая битва на износ. Никуда мы там вперед сейчас не идем. Российский военкор Александр Котц в ходе общения со своими подписчиками признал, что у России нет сил, чтобы победить Украину. Поэтому россиян ждет долгая и бессмысленная мясорубка. Так как прекращать войну с Украиной Путин не хочет, а ресурсов для того, чтобы справиться с Украиной у него нет. По словам военкора, российская армия наглухо увязла в Харьковской области и не может идти вперед. Так как сталкивается с ожесточенным сопротивлением украинцев, которые отчаянно сражаются за свою землю. К сожалению, противник очень серьезно упирается. Это я сейчас про волчан заговорю. Никуда мы там вперед сейчас не идем. Там сейчас ситуация такова, что мы уходим в оборону. При тех силах, которые стянул туда противник, идти, вот там еще кто-то спрашивал, когда мы освободим волчанскую липцию. Идти вперед сейчас, ну это просто крошить своих людей. Интересно, что в других ситуациях, когда россияне массово крошили своих людей, например, в том же Бахмуте или под Авдеевкой, или как прямо сейчас это происходит в Часовом Яре, ни военкор Коц, ни российские генералы по этому поводу нисколько не возмущались. То есть там им людей было не жалко, там они никого не берегли, а именно тут в Волчанске говорят, что не могут наступать, потому что якобы не хотят крошить людей. Якобы им очень жалко солдат. Но очевидно, конечно, что это не так, потому что своих солдат им никогда нигде не было жалко и не наступают они на Волчанск только по одной простой причине. Потому что не могут. У противника очень большое количество FPV-дронов, которые практически заменили артиллерию и противотанковые управляемые средства FPV, это, конечно, напасть. Не осталось брони, которая не возьмет FPV. По традиции жаловался военкор и на FPV-дроны, и это важное напоминание для всех нас, насколько эти дроны эффективны и насколько они важны. И насколько важно, чтобы их не становилось меньше у наших защитников, а становилось только больше. Потому что это помогает украинцам эффективно защищать свою землю. Мы тоже регулярно закупаем и передаем дроны. Как раз сейчас готовим новую партию. И я призываю вас всех тоже помогать. Давайте сделаем это прямо сейчас. Задонатьте и вы. Я оставляю в описании к этому ролику ссылку на счет волонтерского фонда. Пожалуйста, перейдите по ней прямо сейчас. Закиньте кто сколько может. Это может быть совершенно небольшая сумма. Главное, чтобы это сделало как можно больше людей. Потому что это действительно помогает украинцам защищаться. И буквально помогает украинцам оставлять целыми. Да, беречь целые города и целые села. И сдерживать противника, который признает эффективность именно вот этих дронов, на которые мы донатим. Чем опасны комплексы ПВО Патриот? Это воздушные засады. Воздушные засады, которые он применяет против нашей авиации. Вот это, конечно, самое опасное. Можно из самых громких вспомнить воздушную засаду, по-моему, год назад, в мае, Брянской области, когда в течение часа были сбиты два вертолета Ми-8, один Су-34 и один Су-35. Как раз были сбиты Патриотом. Можно вспомнить воздушную засаду на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Многие говорили, что это был дружеский огонь. Но вот в том случае над Азовским морем это все-таки был Патриот. И тут большие вопросы, где находилась сама установка. Тут, по-моему, не очень ему нравятся Патриоты, да? Говорит, из них сбили множество российских самолетов, вертолетов. Погодите, как же так? Совсем недавно Путин утверждал, что Патриоты это устаревшее неэффективное вооружение, которое уступает российским С-300 и утверждал, что российская армия пощелкает эти Патриоты, как орешки. Ну, а что касается Патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Говорят, Патриотов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкиваем и Патриоты. Это воздушные засады, которые он применяет против нашей авиации. Что же это получается? Коц Путину не верит, что ли? Каких-то больших прорывов в ближайшее время, кавалерийских наскоков ждать, мне кажется, не надо. Будет вот эта тяжелая планомерная работа и работа на износ. Противник при этом будет все больше и больше применять массированные налеты беспилотников на нашу территорию. Уже применяются по нашей территории и планирующие французские и американские боеприпасы, и Хаймарсы. Они будут пытаться выбивать, естественно, у нас пункты управления ПВО, РЭП и связь. А классно проходит демилитаризация Украины, да? Два года назад никто в России представить себе такого не мог, что Украина высокоточным западным оружием будет вот так долбить по территории России. Причем все это будет восприниматься так буднично, знаете, как будто так и надо. А сейчас действительно вот, пожалуйста, российский пропагандист говорит, ну да, ну будут бить там по территории России. Ну что ж теперь поделаешь? То есть, понимаете, уже даже таким персонажам, как Коц, очевидно давно, да, то, что делает Путин, это что угодно, как угодно называй, но только не демилитаризация Украины. Это просто, ну, дичь какая-то. То есть это абсолютно противоположный какой-то процесс с противоположным результатом. Но поскольку Коцу платят за то, чтобы он врал, а не говорил правду, вот он и продолжает врать, что все идет по плану, и так изначально и было задумано. У меня нет каких-то панических настроений. Ну вы в курсе? Никакой паники нет. Все будет хорошо без паники. Нет, это не паника, друзья, это объективная реальность. В прошлом году, когда шел контрнаступ, они также били по нашим ближним и дальним тылам, но просто на территории Херсонской, Запорожской области, в Крыму. Здесь, ну, к сожалению, это будет, там, Долгородчина, Курская область. Вот, от этого, к сожалению, не уйти. Говорит, в прошлом году били по тылам в Херсонской и Запорожской области, а теперь будут бить по тылам в Курской и Белгородской области. Но ничего страшного. Путин же говорит, что СВО идет по плану. Значит, все это тоже по плану. Так и было задумано, что на третьем году войны будут долбить по территории России. К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания специальной военной операции. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, все-таки будет долгая битва, битва на износ. Что-то, по-моему, он не очень доволен последними заявлениями Владимира Путина. Подождите, какая еще долгая битва на износ? А как же Киев за три дня? Рассказывали же, что Украину раздавят одной левой. За несколько дней захватят Харьков, Николаев, Одессу. А теперь уже даже и пропагандист Коц открыто признает, что до Одессы вряд ли получится дойти. Ну, мы же понимаем, что это очень тяжелая задача дойти до Одессы. Ну, просто посмотрите на карту, там, я не помню точную цифру, но там что-то около 20 водных преград, очень тяжелых для форсирования. И куда только подевалась вся бравада, то грозились до Берлина и Лондона дойти, и все нато разгромить. Теперь уже и Одесса не очень-то нужна. Пока, но честно скажу, я не вижу у нас достаточно ресурсов для этого, либо я не вижу достаточную измотанность Украины для того, чтобы мы могли решить этот вопрос имеющимися сейчас нашими ресурсами. То есть они начали войну с воплями, что захватят Украину за несколько дней, а теперь на третьем году войны говорят, ой, вы знаете, что-то мы не рассчитали. У нас не хватает ресурсов, чтобы Украину победить, поэтому будет долгая, бесконечная, тягомотина, мясорубка на износ. Ну, то есть, казалось бы, возникает логичный вопрос, так зачем вы вообще тогда полезли, зачем вы все это начали, если у вас нет ресурсов победить, и вы сами это признаете. Зачем вы это продолжаете, если вы тут же открытым текстом говорите, что вы не можете идти вперед, у вас нет сил, вы не можете победить. Зачем это продолжается? Это же просто тупо каша ради каши. И даже сам пропагандист Коц, по сути, это признает. Тем не менее, руководство России эту кашу ради каши продолжает, и никто не может внятно объяснить вообще, зачем это и до каких пор это будет продолжаться. Как будут освобождать большие города? Ну, вот, к сожалению, да, Мариуполь, ну, Мариуполь восстановили, восстановим и другие города, и Волчанск тоже практически стерт с лица земли. Ему уже даже подписчики пишут, как будем освобождать большие города, понимая, что никакого освобождения в реале не происходит. Понимая, что Россия просто все уничтожает, все стирает с лица земли, и Коц им прям так и отвечает, да, вот так и будем освобождать. Разваляли Мариуполь, стерли с лица земли Волчанск. Какое тут вообще может быть освобождение, если город полностью уничтожается, а его жители погибают, ни один из этих российских патриотов объяснить не может. Ну, понятно, что во всем мире, если людей просто уничтожают, это не считается освобождение, это называется убийство просто-напросто, да. Но у российских патриотов все это называется защитой русскоязычного населения. Пока, пока у противника будут силы их оборонять, к сожалению, вот так вот будет. Говорит, что пока украинцы будут защищать свои дома, россияне будут бомбить дома украинцев. О том, чтобы, например, никого не бомбить, да, чтобы все это просто прекратить, оставить людей в покое, никого не мучить. Эти людоеды даже не думают, вот у них даже опции такой нет, у них вот весь смысл жизни, это вот эта бессмысленная мясорубка без конца, потому что им так приказал Путин. И вот они слепо исполняют его хотелки, не имея возможности даже объяснить, зачем это делают. То есть они вот буквально, как бы цель заключается в том, чтобы портить жизнь соседним странам и народам. То есть они признают, что они не могут выиграть, у них нет сил, чтобы там, да, зашли, раз, победили, закончили. То есть они признали, что не увязли, что это идет какая-то уже каша ради каши, как он говорит, на измор, на износ, это все без конца, да. Никто не может объяснить вообще цели, смысла, зачем это уже идет. Просто вот Путин сказал, значит, надо делать, да, вот буквально ни себе они не живут, да, ни сами не живем, ни другим не даем. Такая вот буквально какая-то национальная идея. Причем все же это хорошо понимают, да, тот же Кос понимает, что Путин творит какую-то дичь, да, исходя не из каких-то соображений адекватных, ну, я не знаю, там, логических каких-то, осмысленных. А он просто творит это, потому что у него есть какие-то маниакальные наклонности. Вот он хочет показательно, там, в Украине заварил эту мясорубку, ему выгодно, чтобы она не заканчивала, чтобы вот так и вести ее на износ, вот буквально годами. Они все это видят и понимают, но они же не могут об этом сказать, потому что их иначе лишат пайка. Поэтому их работы они продолжают оправдывать россиянам же, своей же аудитории вот это все, объяснять, почему круто, что СВО идет по плану, третий год мясорубка, огромное количество там потерь, разрушены целые города. Но ничего, Путин знает, что делает, надо поддерживать, да, и они продолжают это все поддерживать, отлично понимая, что никакого позитива, в первую очередь, для самой же России в этой ситуации. Не будет. Подписывайтесь на канал, друзья.